С доброчинной акцией, присвеченной 32-й годовине аварии на Чарнобыльской АЭС, Ветковский район наведали активисты Гомельского областного объединения профсоюзов. Проставники громадской организации ознайомились с социально-экономичным развитием района и уручили подарунки социальным установам. С подрабязностями наш корреспондент Ганна Каральчук. Ветковский район – один из наибольших потерпелых у вынику трагедии на Чарнобыльской АЭС. До 1986 года он наличивал 139 населенных пунктов, а после аварии 57 были признаны непридатными для дальнейшего проживания. Гэта наводбольщим у районах, які географично знаходятся ближе до места катастрофы. С господарчих оборотов выведена коля третий земель. Район покинула больше, как половы Жахаров. Про стольки годов люди не забыли минуле, але з упэвненностью глядзять у будучыню и працуют над адрадженнем и разведцем потерпелых территорий. Уданину памяти трагичным падеям делегация областного объединения профсоюзов наведала помник отселенным вёском Ветковского района и усклала к ветке. Гомельское областное объединение на протяжении долгих лет посещает те районы, которые пострадали от катастрофы на Чарнобыльской АЭС. В основу вложится тот принцип, что какой-то поддержки этих предприятий, находящихся на этой территории со стороны профсоюзов. Ветка, конечно, преобразилась и очень сильно. Это прекрасный город. Он и исторически-культурный центр, один из культурных центров в нашей области, а в то же время сейчас очень стал благоустроенный и красивый город. И саправды, каждый из тех, кто тут живее и працует, зараз верить, гэта земля самая лепшая и у ЯЕ есть будущая. Район живее и развивается, створаются умовы для працы и отпочинку, и демодернизация в творчасти, будуются жилье, з'являются новые объекты социальной инфраструктуры. Свой доброченный уклад вырешили унести и обкамы профсоюзов в области. В аурачистые обстановцы уручили подарунки 16 организациям и установам Ветковского района. Бытовая и оргтехника, ноутбуки, спецадзень и посуд. Все то, что просили сами работники и что рекомендовали местовые улады. Кроме того, троих местовых активистов узнагородзели генеровыми грамотами объединения профсоюзов. Директор сельгазпродприемства Анатоль Зубаров отрамал яе за развице социального партнерства и створение добрых умов працы. Зараз у его господарцы працуем аль полторы сотни человек. В районе было 24 хозяйства. После катастрофы сократилось на 15 хозяйств. Хозяйство в 97-м году колхоз Радова я принимал 15-м. 15-е место. На сегодняшний день мы входим в первую пятерку. Сделали реконструкцию дома механизатора. Сделали реконструкцию комнаты приема пищи. Также и на животноводческих фермах созданы бытовые условия. Душевые комнаты приема пищи, комнаты отдыха. То есть мы идем в ногу со временем. Саправдные святы для Гомельского областного объединения Просоюза узрабили выхованцы Хальчанского детячего садка. Гэта дошкольная установа у подарунок отрымала правильную машину, водонагровальники и пылосос, які допомогать работникам створить комфортные умовы для выхования 40 детей. Вядома, трагедия 1986 года изменила житё ж хоров Ветковского района. Однако яны давно научились с гэтым жить. И дякуючи патрымцы, клапотятся про будучыню. В худким часе, после реконструкции, тут откроются некольки значных объектов. Была построена птицефабрика в городке Новосёлки. В прошлом году проведены работы по благородству городского стадиона. Сегодня заканчивается строительство нового объекта для Ветки. Очень значимый – это бассейн. Продолжаются работы по ремонту гимназии города Ветки. В ближайшее время начнутся работы по реконструкции старого корпуса Радужской школы. Ну и будет была устроена территория Радужского детского сада. Ганна Корольчук, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Ветковского района.